Доброе утро! Многие из вас сейчас завтракают и наверняка у вас в руках бутерброд. Но даже его можно сделать интересным, вкусным и необычным. Давайте готовить тосты с лососем, авокадо и яйцом пашот. Покупка авокадо в наших широтах может быть не самым простым занятием. Расскажу, как его выбрать. Плод должен быть целым и желательно с равномерной окраской. Он не должен быть жестким, но и мягкий авокадо покупать не стоит. При нажатии плод авокадо должен слегка пружинить, тогда он будет иметь оптимальную текстуру. Мягкий плод авокадо, скорее всего, уже перезрел и съесть его придется очень быстро. Зерновой или ржаной хлеб нужно обжарить на сухой сковородке, тем самым сделав из него тосты. Сейчас я расскажу, как с авокадо обращаться. Для этого лучше использовать обычный европейский нож. Если у вас дома есть японец, его стоит отложить. Их лучше использовать для нарезания мягких продуктов. Они идеально скользят по ним и делают очень ровный срез. А вот манипуляцию, которую мы будем делать с авокадо, лучше проделывать ножом с более тупым углом заточки. Плод авокадо нужно прорезать вдоль ножом до косточки, Повернуть половинки в разные стороны и косточка останется в одной из них. Ударить косточку ножом и выворачивающим движением вынуть ее. Авокадо нужно почистить и порезать ломтиками. Теперь выкладываем ломтики авокадо и малосоленого лосося на наш тост. И вот наш тост уже готов. Настает время яйца пашот. В кипящую воду добавляем уксуса, яйцо разбиваем в чашку. Затем закручиваем кипящую воду в воронку и резким движением выливаем яйцо в центр этой воронки. Спустя пару минут все будет готово. И помните, чем свежее яйцо, тем ровнее получится белок яйца пашот. Яйцо пашот готово. Аккуратно выкладываем его сверху на тост, украшаем листиками тимьяна, молотым перцем, семенами кунжута или сушеными маслинами. Приятного вам аппетита и увидимся!